Бои Дельфийский оракул Слушайте, слушайте! Слово Демосфену! Во имя Зевса слушайте! Слушайте, Демосфена! Граждане афинские! Много разговоров ведется у нас о царе Филиппе, но мы смотрим равнодушно на преступления, которые совершает этот человек! Разве Филипп не захватил наши крепости? Разве он не разрушил союзные с нами города? Разве он не отнял у Афин право первыми вопрошать Дельфийского оракула? Он расходует деньги на предателей, натравливает греков одних на других и поселяет среди нас раздоры! Наиболее именитые люди продают нашу свободу! И если вы спросите меня, что же надо делать, я отвечу! Надо собирать средства! Надо строить триеры! Надо выступать в походы! Пусть все остальные согласятся стать рабами Филиппа! Нам надо бороться за свободу! Первый луч солнца скользнул по бронзовому копью Афины-воительницы, возвышавшейся на Акрополе, и его позолоченное острие заблестело на фоне предрассветного неба. На улицах Афин появились первые прохожие. Гончары, ткачи, каменотесы, спешащие приняться за работу, крестьяне и рыбаки с корзинами всякой снеди, надо пораньше поспеть на рынок. Афиняне поднимались с зарей. Афросибул не спешил покинуть свое ложе. Да и ничто не заставляло его вставать так рано. Вчера он допоздна пировал с друзьями, и теперь ворочался с бок и на бок, недовольно прислушиваясь к тому, как по тяжести его тучного тела поскрипывали, отгоняя сон, кожаные ремни кровати. В его доме стояла тишина. Домочадцы охраняли покой хозяина. На внутреннем дворике Фросибулова дома уже обозначился рассвет, и около двери, ведущей на улицу и запертой на тяжелый засов, можно было заметить мальчика-раба, привратника. Он свернулся комочком под старой козьей шкурой. Из-под шкуры виднелся только клок рыжих спутанных волос и отопыренное ухо. Мальчик подраговал и тихо стонал во сне. Какие горькие сны снились ему. Килик! Эй, Килик! Килик! Опять ты спишь? Слышишь, стучат грязный щенок. Хозяин сам должен открывать дверь. Я... Я... Прости, господин, я... Ну, погоди, погоди. Вот после завтрака распишу твою шкуру плетью. Убирайся прочь отсюда! И негодяя! Не откроешь сразу. Фу, ну вот. Финики! Сушеные финики! Эй, на рынок ступай, торговец! Купи, почтенный хозяин, мои финики. Не знаешь, что ли, порядка? Разбудил только меня. Финики купи. Ой, куда ты со своей корзиной? Стой, стой, не надо, не надо мне финика. Торговец решительным жестом отстранил фрасибула и прошел во дворик. Согнувшись над корявой палкой, он с трудом нес большую корзину. Оглядел дворик. Никого нет. Сорвал с головы шляпу, с презритной ухмылкой отбросил в сторону корзину и распрямил плечи. Перед фрасибулом предстал высокой чернобородый человек с властным и надменным лицом. О, Бои, ты ли это антифонд? Приветствую тебя, фрасибул. А ты в Афинах антифонд, Зевс чудотворец. А я-то думал, что нас разделяет беспредельные горы, покрытые лесом, и шумные волны морские. Садись, садись, садись. Ну, откуда ты? Никто не узнал тебя в Афинах. Ой, тссс! Кто это там? За колонной. Ах, опять этот мальчишек! Туй негодяй! Не будь прочь отсюда! Негодяй, я же сказал тебе, что бы ты убирался прочь! Ну-ка, теперь мы одни. Говори. Две недели, как я покинул лагерь царя Филиппа. О, Гермес Олимпийц, надеюсь, ты привез добрые вести. Успех повсюду сопутствует царю Филиппу. Только афины остались на его пути. Как обстоят дела здесь? Что можно ждать от афинян? А что можно ждать, если власть принадлежит кузнецам, горшечникам и другим подобным им людям? Мне давно известен твой благородный образ мысли. Геракл, избавитель от зла, даруй победу царю Филиппу. Надо еще унять этих крикунов Демосфена, Ликурга и их друзей. Хорошо, что ты напомнил мне о Демосфене. Что говорит он на народных собраниях? Площадной кайкун. Мечется и вопит на трибуне, как актер в трагедии. Афиняне, берите пример с ваших великих предков. Вспоминает про марафон, про Соломин. Когда это было? А народ, распустив уши, слушает его. Случается, что красноречие стоит целого войска. Недаром царь Филипп, прочитав речи Демосфена, сказал, что если бы он слышал их, то, наверное, сам бы стал врагом Филиппа. Да будет известно царю, что я всеми силами готов вредить Демосфену и проклятому афинскому Демосу. Не сомневайся, царь высоко оценит твои услуги. Я слышал, настала твоя очередь сооружать для государства военный корабль. Ты знаешь, такой у нас порядок. Каждый состоятельный человек обязан по очереди соорудить и оснастить триеру. Я уже на нее истратил столько денег, что мог бы на них целый год пировать с друзьями. А много ли осталось до завершения постройки? Корпус уже готов, приступили к оснастке. Часто ли бываешь на верфи? Почти каждый день, ведь и ведать постройкой я обязан. Покою не знаю, даже аппетит потерял. А сколько сейчас строится кораблей и сколько у афинин готовых? Не считал. Всего, наверное, больше полуторста. А почему тебя вызывает такой интерес наши корабельные дела? Ведь много времени прошло с тех пор, как ты командовал правым рядом весел на триере. Теперь ты друг самого царя? Да-да, царя Филиппа. Мощному льву тесно в маленькой Македонии. И он вырвался из ее ущелья. Уже северные города Греции признали его власть. Теперь отряды царя продвигаются к Аттике. Но на пути Афины с их военным флотом надо сломить это морское могущество, Афин. Сломить? Надо сломить, но... но как? Так как Гектор троянец хотел уничтожить суда греков, осаждавших Трою. Что ты задумал? Вспомни Гомера. Гектор меж тем громогласно взывал, побуждая троянцев быстро к судам. Дайте огня. Ох, Зевс, громовержец, ты задумал сжечь суда, Афинен? И суда, и верфи. Нет, 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 опасное дело, неслыханное. Кто же, кто же возьмется за такое? Ты, Фрессибул. Я? Помилуй, помилуй, Антифонд, я дряхлый, я дряхлый. У меня аппетит плохой. Да я, признаться, никогда не стремился к подвигам. О, боги, пусть этим займется кто-нибудь другой. Из наших друзей ты один имеешь доступ на верфи? Нет, 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 опасно, опасно. Ой, Геракл, пощади. Ты жаловался, что истратил много денег, а в сокровищницах Филиппа сверкает золото. У Филиппа его не меньше, чем у самого царя Персов. И он щедро платит за услуги. Да, но кто мне поможет? Разве среди грибцов и плотников нельзя найти людей, которые хотят стать богатыми? А, найти-то можно. И все-таки страшно мне, ох, страшно. О, боги, что будет со мной? Без риска не совершаются великие дела. Ну, как приняться за такое, не зная воли богов? Выпросим сначала дельфийского оракула. Ты прав, но я побывал уже в дельфах. Вот он, ответ оракула. Записан на папирусе. Разверни и читай. Богатые жертвы воздав, упредите врагов ненавистных. Боги даруют победу тому, кто о правде печется. Упредите врагов. Боги даруют победу. А кто ж, как не мы, о правде печемся? Все, на жертву я не поскуплюсь. Нет, 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 серебряный треножник отдам в храм Аполлона. Кубок, кубок золотой. Я всегда знал, что ты мудрый человек, Фросибул. Так исполним же то, что не удалось Гектору Троянцу. Я скрываюсь в Перее, в доме Лисия. Будешь сообщать мне обо всем и получать мои письма. И да возгорится Гектора пламя. Где моя шляпа и корзина? Пожалуйста. Финники сушеные, сушеные финники. Солнце ярким светом заливало Афину. С лужайки, венчающей невысокий холм у самой городской стены. Город был виден почти весь. Узкие улочки, дома, храмы, портики Утопали в уборе серебристых тополей И ярко-зеленых плотанов. А вдали, над городом, вздымался Величественный Парфенон. Его пьедестал трудно было разглядеть за кронами деревьев, И Парфенон казался Светлым кораблем, плывущим в ослепительно-голубом небе. На лужайку, размеренной, полной достоинства походкой, Вышел немолодой мужчина со свитком папируса в руках. За ним на некотором отдалении Шел мальчик лет 12-13, Который старался подражать плавным движениям мужчины, Но то и дело сбивался И начинал размахивать сумкой И оглядываться по сторонам. Мужчина остановился И, недолго полюбовавшись панорамой города, Развернул свиток. Торжественным тоном, Будто перед ним находился не один мальчик, А толпа сограждан, Он начал читать. Что может быть для человека Лучшим источником утешения, Чем успехи и благоденствия Отечества? Что можно поставить выше По сравнению с поступками, Достойными древней славы нашей Родины? Отец, ты произнесешь эту речь на народном собрании? Да, Клён, я хочу, чтобы мои сограждане знали, Что Ликург, друг Демосфена, Был до конца верен интересам Отечества. Я хочу убедить афинских граждан, Что нам надо готовиться к войне с Филиппом. Мы разобьем его, Как мы разбили персидского царя Ксеркса. Но для этого надо хорошо подготовиться к войне. Филипп могущественно хитер, Повсюду он имеет тайных друзей, Слуга его, Антифонд, Разъезжает по городам и сыплет золото, Подкупая влиятельных граждан. Как бы ни пробрался он и в наш город. И у нас, знаю, найдутся охотники До македонского золота, Такие, как Фрасибул. Правда, Мосфен, когда говорит, Что наше время принесло урожай изменников, Готовых погубить свою Родину. Отец, разве наш город может погибнуть? Мы учили в школе стихи Солона, Который дал нам законы. Родина наша вовек не погибнет По промыслу Зевса И по решению всех вечных блаженных богов. То ведь Афина-паллада Заступница крепкая наша, Бога могучего дочь Длани простерла над ней. Но ты забыл, Клеон, Что следует в стихотворении Солона За этими строками. Но в неразумье своем Сами граждане город великый Ввергнуть в погибель хотят, Думая лишь о деньгах. А разве думать о деньгах дурно? О богатых говорят с уважением. Богатство само по себе Не заключает ничего дурного. Горе в том, что богатые Больше пекутся о сохранении Своего достояния, Чем о спасении отчизны. Вот послушай, Клеон, Человеку дано выбирать себе путь. Но есть в жизни то, Что мы не выбираем. Это родители и отчизна. Скажи, если бы это зависело от тебя, Кого бы ты предпочел иметь отцом? Меня, человека скромного достатка? Или, скажем, богача Фра Сибула? И зачем, отец, ты спрашиваешь об этом? Так и каждый честный человек Предпочитает свою родину, Даже если на родине его ждет бедность, А на чужбине богатство. Но находятся, к сожалению, У нас люди, которые готовы За богатство Предпочесть родине чужбину. Ну, ступай, Пора уже в школу. Клеон, Клеон, вернись! Да, отец! Не суетись. Суетливость недостойна мужа. Расправь складки на одежде. Вот так. Благородного мужа Можно всегда узнать Потому, как он носит свой плащ. Да и не сиди в школе нога на ногу. Так сидят только варвары. Иди. И я пойду в свою сторону. Наверное, народ уже собрался В театре Диониса. Клеон! Эй, Клеон! Привет тебе, Клеон! Привет тебе, Исхин! Почему ты здесь, Исхин? Школа закрыта. Сегодня мы не учимся, Не учимся, Не учимся! А что случилось, Исхин? Учитель от ромет заболел, Заболел, заболел! Дошли мои моленьи до богов. Не будем писать прописи, Не будем учить стихов. Значит, надо идти домой. О, вот еще. Мать меня опять засадит Плести корзины. Ты сам плетешь корзины? Да. Когда отец был жив, Он был кузнецом вперее. Всего у нас было вдоволь, А теперь... Мать сидит за плетением И меня заставляет, Ну, словно я раб. Посмотри. Посмотри лучше, Какие я вылепил фигурки из воска. Ты соскоблил воск С дощечки для письма. Ну и что? Лепить гораздо интереснее, Чем писать прописи И учить Гомера. А ты бы все-таки выучил из Илеады, А то от Ромет опять рассердится. Если хочешь, я прочитаю, А ты повторяй вслед за мной. Про что там говорится? Про бой у кораблей, Как троянцы вышли из города И напали на корабли греков, А Гектор хотел их поджечь. Снова свирепая битва Вблизи кораблей запылала. Гектор повсюду, Сияя огнем, Устремлялся на толпы И налетал, Как с разбега волна На корабль налетает. Зарево б только увидеть Горящего первого судна. И он поджег корабли? Нет, Боги не допустили этого. О, не буду я повторять за тобой клён. Не идут мне стихи в голову. Мне бы лепить. Я хочу поступить учеником Компедоклу. Он по заказу вырезает Надгробие из камня. Вырасту, Буду сам делать надгробие. Ай, будут у меня рабы, Пусть они и плетут корзины. А я хочу стать Оратором. Граждане афинские! Что? Что можно поставить Выше поступков Достойных древней славы Нашей родины? О, речи хорошо Произносить На сытый желудок. А когда у тебя тут Словно котёнок Мурлыкает. На вот, Исхин, На, возьми мой сыр и хлеб. Ну, давай. О, Ты, Клеон, Настоящий друг. Когда стану камнерезом, Изготовлю для тебя Самую красивую Надгробную плиту. Хочешь, Будем дружить, Как Ахилл и Патрокол. Я не против. Мой отец говорит, Что дружба Дороже всех сокровищ Персидского царя. Ты мне будешь Подсказывать на уроках, А я буду защищать Тебя от врагов. Посмотри, Какие у меня сильные руки. Со мной тебе Никто не будет страшен. Давай, Пожмём руки. Давай. Что с тобой? Зачем ты сразу Выдернул руку? Передумал? Да нет. У тебя лицо Стало таким, Словно ты проглотил Свой стиль. Уйдём отсюда, Клён. Зачем? Уйдём. Посмотри, Сюда идёт Мертала, Дочь Мелитты, Нашей соседки, Что торгует На рынке лепёшками. Пусть идёт. Ты её не знаешь. У неё язык, Как жало у гидры. Я не боюсь, Девчонок. Ну, Уйдём. Не пойду. Вздохнув, Эсхин присел На край скамьи Рядом с Клеоном И принялся Что-то рисовать Прутиком на песке, С таким видом, Будто он целиком Поглощён Этим важным занятием. Клён, Поглядывая На работу друга, Одним глазом Наблюдал За тропинкой, По которой Поднималась Девочка. Она шла Пританцовывая И что-то Напевая, И головка Её Покачивалась Не то под тяжестью Пышной копны Золотисто-каштановых Волос, Не то в такт Мелодии. Многочисленные Дешёвые браслеты На её руках И лодыжках Отзванивали, Наверное, Ту же весёлую Мелодию. Казалось, Что Мертал Не замечает Мальчиков. Но она вдруг Остановилась Напротив их скамьи И в её глазах Вспыхнули Лукавые искорки. Ах, Вот они! Новые Ахилл И Патрокол. Не так ли? Вы ещё не овладели Троей Молодые герои, А? Не мешай нам, Мертала. Здесь, очевидно, Происходит Народное собрание И для женщин Нет доступа. Ну, почему тогда Царит молчание? Уходи, Мертала. Не до тебя. Ты сегодня Угрюмый, Эсхин. Уж не потому ли, Что мудрый Атромет Высек тебя И выгнал Из своего храма, А? Мы сегодня Не учимся. Не учишься, Эсхин. Ах, Наверное, Отдыхаешь После вчерашнего Кулачного боя С Леонидом. Здорово Он тебя поколотил. Ух, Как бы я Тебя не поколотил. Мне рассказывали, Что ты сражался Как лев Искусал Своего противника. Сейчас ты узнаешь, Как я сражаюсь. Попробуй поймай. Я еще не твоя рабыня, Могучий Геракл. Геракл. Остановись, Эсхин. Остановись. От девчонок Один вред, Но обижать их Недостойно мужа. Ты верно сказал, Что один вред. Сядь, Сядь, Успокойся, Эсхин. Пусть и Мертала Сядет, Если хочет. Послушай, Мертала, Пусть мы еще Не стали такими, Как Ахиллы Патрокол, Но и тебе Далеко Кода прекрасной Елены. Когда вырасту, Буду не хуже Елены. Я читал у Гомера, Что Елена иногда умывалась. Ой, Это я ела медовую лепешку. Вот что, Мертала, Раз ты такая находчивая, То реши загадку. Какую? Не говори ничего, И ты выразишь мое имя. Но если ты назовешь мое имя, То, о чудо, Ты не выразишь меня. Если ты назовешь мое имя, То не выразишь меня. Что это, Клеон? Погоди. Я не знаю. По всему видно, Что ты не знаешь. Молчание. Вот что это такое. Не говори ничего, И ты выразишь мое имя. Молчание. Знаете, Мне уже надоело слышать, Как мужчины в Афинах твердят, Молчание украшает женщину. Разве это не верно? Мой отец тоже так говорит. Ну и оставайтесь здесь, Со своим молчанием. Не уходи, Мертала. Не уходи. Не уходи. Если хочешь, Я прочитаю тебе что-нибудь из Гомера. Подожди, Клеон. Я хочу узнать, Что за ослик ревет там. Да это же Килик. Раб Фросибула. Я его знаю. Он носил покупки за хозяином на рынке. Эй, мальчик, Иди сюда. Чего ты плачешь? Опять Фросибул побил меня. А у него плеть из бычьей кожи. Мальчик. Какой же он мальчик? Он раб. Да? А у тебя, Эсхин, Шкура не так болит, Как у него, Когда тебя выдерут. Часто Фросибул тебя так наказывает? Часто. Превратили бы меня боги в черепаху. У неё хоть спина защищена панцирем. А почему тебя так странно зовут, Килик? Так ведь у нас называют Чашу с двумя ручками. Как хозяину хочется, Так он и назовёт раба. Фросибул говорит, Что у меня уши торчат, Как ручки у чаши. А что это твоего хозяина Не видно в городе? До с тех пор, Как к нему приходил чернобородый, Он всё дома сидит, Шепчется со своими гостями Или на верфях проводит целые дни. Какой чернобородый? Антифонд. Одет он был, Как простой крестьянин, А хозяин встретил его с почтением, Как именитого гражданина. Как его зовут? Антифонд? Ты не ошибся? Да я за колонной спрятался, А потом хозяин прогнал меня. Ты слышишь, Эсхин? В доме Фросибула побывал антифонд. Ну почему это тебя так волнует, Клион? Мало ли в Афинах антифонтов. Ах, ты не знаешь ничего. Мне отец говорил, Надо о нём всё разузнать Об этом антифонте. Куда ты идёшь, Килик? Я иду в Пирей, В дом Лисия. У меня теперь такая служба, Как в театре. Служба с переодеванием. Хозяин посылает меня к Лисию То привет передать, То амфору с вином. А как туда прихожу, Лисий тот чажа с меня Мой плащик снимает И даёт мне другой. Посмотрите сами, В каком новом плаще хожу. Смотрите-ка. Зачем ты его слушаешь, Клион? Не знаешь разве, Что все рабы лгуны. Нет, Эсхин, Здесь скрыта какая-то тайна. Антифонд, Переодевание. А я, кажется, Кажется, знаю. Скажи, Мертала. О, нет. Молчание украшает женщину. Ну, скажи, прошу. Скажи. Ну. Килик, Подойди-ка ко мне поближе. Покажи свой плащик. Так. Откуда здесь Эта тёмная нитка? Так и есть. В складках зашита записка. Говорят, меняла пассион С нашего рынка. Так передаёт Тайное известие. Эту записку надо Во что бы то ни стало прочесть. Не троньте! Не троньте мой плащ! Хозяин меня убьёт! Не бойся, Килик, Ну, не бойся. Мы достанем записку, И я снова зашью её так, Что никто не узнает. А тебе дам Медовую лепёшку. Никто не узнает. Не выдадите меня. Не выдадим, Клянусь Зевсом. Этой клятвы мало. Клянусь Зевсом, Посейдоном, Гераклом. Клянусь Артемидой, Афродитой, Деметрией. Не так! Клянитесь Богами подземного царства, И чтоб вам туда провалиться, Если нарушите клятву. Клянёмся Богами подземного царства, И чтоб нам туда провалиться, Если нарушим клятву. Теперь, Клян, Дай мне свой стиль, Я разборю в жов. Так, Вот и записка. Какая маленькая. Читай, Клян, Я не умею. Фрасибул, Антифонту, Привет! Узнай, что всё готово. Сегодня ночью Возгорится Гектора пламя. Приходи ко мне, Будь здоров. Они что-то задумали. Гектора пламя. Пламя Гектора. Я понял. Да что ты понял? Какое пламя? Потом узнаешь. Сегодня ночью. О, боги! Бежим скорее К моему отцу. Бежим! А как же записка? Как же вы же обещали? Вы поклялись. Ах да, Вот она. За шею её снова мертала. А ты, Килик, Постарайся услышать Всё, о чём будет говорить Твой хозяин с чернобородом. Ладно. Город вознаградит тебя. Эсхин, Поспешим. Бежим! Вот и девочка пригодилась. Один вред. А что бы они сделали без меня? Пойдём ко мне, Килик. Я зашью тебе плащ И дам лепёшку Медовую. Медовую. Над Афинами спустилась ночь. На бархатно-черном южном небе махровыми золотыми цветами разгорелись звезды. Где-то вдали они словно спустились на землю и танцевали и двигались неровной чередой. Там, очевидно, цепочка людей с факелами в руках кружила по улочкам города. Во дворике Фрасибула на треножнике мерцал светильник. В его тусклом свете неясно проступали колонны, окружавшие пустой дворик, и только большой глиняный сосуд пифос был оставлен для просушки. Из внутренних покоев вышли Фрасибул и Антифонд. Фрасибул был чем-то очень встревожен. А, боги, как медленно тянется время. Успокойся, Фрасибул, успокойся. Ты же сам сказал, что дело поручено надежным людям. Вспомни Оракул. И все-таки страшно, Антифонд. Боги благосклонны к нашему делу. Когда я шел к тебе, орел низко спустился надо мной и, взмахнув крыльями, унесся в сторону гавани. Это предвещает победу. Неужто близок час торжества справедливости, а? Скажи, Антифонд, когда Филипп одержит победу, что он сделает с афинской чернью? Права граждан получат только богатые. Ах, это будет славный день. Но надо и рабов отучить своевольничать. А ты начни со своих. Подвешивай одного за другим к лестнице и не жалей плети. Или вливай им уксус в ноздри. Кто это? Здесь кто-то есть? Нет, нет, никого. Мне кажется, это оттуда донеслось, где лежит Пифас. Надо осмотреть двор. Да здесь, в Пифасе, спряталась какая-то тварь. Фрасибул, кто это? Килик, о, гнусный щенок. Вот он где притаился. Но наказание будет жестоким. Где моя плеть избытия? Оставь плеть, Фрасибул. Он может донести. Он должен погибнуть. И он погибнет там, где совершил преступление. Назад его, в Пифас. Нет, я ввязь не верю. А теперь перевернем его вверх. Вот так. Теперь не убежит. Именем совета и народа. Именем народа. А, мы погибли. Именем совета и народа. Кого, кого мне из богов винить? Погибель моей. Что ж твой оракул, антифонд, богатые жертвы воздав, упредите врагов ненавистных. Боги даруют победу тому, кто прав не печется. Все кончено. Мы проиграли. О, гоните, геннадий! Держи! О, гоните, держи! Килик! Килик, ты здесь? Я здесь. Клеон! Помоги мне выбраться из Пифаса! Дай мне руку. Вот так. Давай. Ну, все. Ты знаешь, они хотели, чтобы я задохнулся в Пифасе. Скажи, а Фрасибул не вернется? Не вернется. А что? Что будет со мной? Мой отец обещал, он выступит с речью на народном собрании и тебе даруют свободу. Правда! Свободу! Мы не знаем, так ли все это было на самом деле. Жили ли в Афинах в точности такие? Клеон, Эсхин, Мертала. Но мы знаем, что афинский народ, вдохновленный речами Демосфена, упорно отстаивал независимость родного города. Силы оказались неравными. Македония подчинила Грецию. Но даже поверженный афинский Демос хранил в памяти полные высокого человеческого достоинства слова Демосфена. Я хочу, граждане афинские, я молю всех богов, чтобы вы никогда не отступали с поста доблести, чтобы в жизни у каждого из вас был один путь Плюсти честь, могущество и добрую славу своего Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok Демосфена Демосфена. Субтитры создавал DimaTorzok Демосфена Демосфена.